Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную бесшовную шапочку. Рассчитана данная шапочка на обхват головы 55-56 см. Я демонстрировала данную шапочку в обзоре набора, то есть к этой шапочке еще есть снут. Там у меня обхват головы 54 см и села, как на мой взгляд, она достаточно хорошо. Высота данной шапочки у меня всего 20 см, хотя обычно для женской шапочки беру 21 см. Здесь, так как шапка с отворотом, то мне кажется, этой глубины более чем достаточно. Она села хорошо. Я использовала три узора в данной шапочке. Это вывязывание резиночки 1х1 с отворотиком, жгут из 6 лицевых петелек и в промежутках между жгутами двойная жемчужная вязка, которая в итоге оформила и снут. Вяжется шапочка на одном дыхании, честно говоря. Для жгутов я использовала дополнительную спицу, вязала шапочку на 5 чулочных спицах. Можно также ее связать на круговых спицах, по желанию, или же на двух прямых спицах поворотными рядами. Но вот тогда у вас в итоге получится небольшой шовчик на затылочной части. Конечно же, кому понравилось, лайкайте. На данную шапочку у меня ушло всего 90 грамм пряжи. И приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу от фирмы Alize Alana Gold, 240 метров в 100 граммах. Можете посмотреть отдельный обзор по этой пряже. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Далее нам понадобится номер 3,5 чулочные спицы. Можете заменить на круговые. Также можете вязать на двух спицах. При этом наберете на две кромочные петли больше. А затем все четные изнаночные ряды будете вязать по рисунку. То есть над изнаночными будете вязать изнаночные, над лицевыми петлями будете вязать лицевые. Так у вас и выйдет такой вот узорчик. Далее нам понадобятся ножнички, крючок для заправки краешком ниточек до тройки, сантиметр и булавочка либо маркер. Для того, чтобы нам отметить начало ряда. По желанию для вязания резиночки вы можете взять спицы на полразмера тоньше. Соответственно, у вас будет резиночка немного тоньше, плотнее, туже. Вот, допустим, троечку. Я буду вязать одним номером спицы от начала до конца вязания, так как резиночка 1х1 достаточно сама по себе тугая. Плюс здесь нет перехода на косы, жгутые раны. Поэтому я буду вязать от начала до конца вязания спицами номер 3,5. Для данного размера я буду набирать 100 петель. Плюс одна петля нам понадобится для замыкания вязания в круг. То есть набираем начальные 2 петельки на одну спицу, для того, чтобы не были растянутые с краю крайние петельки. Затем приставляю вторую и набираю еще 99 петель. То есть нам нужно набрать 101 петлю, которую в дальнейшем мы распределим на 4 спицы. А затем уже начнем замыкать вязание в круг. Итак, переодели на 4 спицы наши петельки. И теперь берем в ручки нашу четвертую спицу, на которой набрана последняя петля. И первую спицу, на которой у нас набраны начальные петли. Вот они. Подтягиваем краю с одной и с другой спицы петельки. Наборочный хвостик у нас находится сверху. Рабочая ниточка снизу. И обратите внимание, чтобы при скрещивании первой и четвертой спицы у нас не было перекрученная наборочная вот эта косичка. То есть петельки должны лежать ровно и аккуратно. Теперь берем в руки первую и четвертую спицу. И что мы делаем? Смотрите. Мы первую набранную петельку, вот она у нас на левой спице, переносим к последней набранной петельке. Вот она у нас она. Спускаем полностью на правую спицу первую петельку. Теперь на нее перекидываем последнюю набранную петельку. Вот так. У вас должна на правой спице остаться петелька, на которую набросили. А верхняя петля, которую набрасывали, спускается между спицами. Теперь берем вот этот наборочный хвостик короткий, тянем на себя, а рабочую ниточку от себя. И возвращаем обратно петельку на левую спицу. То есть у вас было начальные две набранные петельки на левой спице. Вы перенесли одну на правую спицу. Последнюю набранную набросили на нее, спустили полностью с вязания и затянули. Теперь петлю обратно перенесли на левую спицу. Затянув еще раз хорошенько, у нас получился замкнулся круг. Вот такой вот. И на спицах четное количество петель, которые нам нужно было изначально. Эта петелька лишняя ушла у нас между вязанием. Теперь для удобства я сейчас возьму и одену между первой и четвертой спицей булавочку. Либо же маркер, какой мы готовили для того, чтобы отметить начало ряда. И буду знать, что всегда между первой и четвертой спицей у нас начало ряда. Теперь беру вот этот хвостик наборочного края и отправляю к рабочей ниточке. Вместе с рабочей ниточкой я натяну его на пальчик при вязании первых нескольких петель. Для того, чтобы спрятать и нам не пришлось потом его заправлять. Итак, начинаем формировать первый ряд резиночки один на один. Поэтому первую петлю с первой спицы вяжем лицевой петелькой. Вторую вяжем изнаночной петелькой. Снова лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Провязав несколько петелек, я вот этот вот краешек ниточки короткий оставляю за вязанием. И дальше продолжаю чередовать лицевая и изнаночная уже только рабочей ниточкой. Все, краешек наш заправлен и до конца этого ряда, провязав первую спицу, вторую, третью и четвертую, я буду вязать чередованием лицевая и изнаночная петля. То есть начинаю формировать первый ряд резиночки один на один. Довязав первый ряд до конца, у нас должна в конце ряда получиться изнаночная петля. Если у нас началась с лицевой петли, а закончилась изнаночная, значит весь ряд вы провязали правильно. И также, если у вас получилась в конце ряда лицевая, при том, что была и в начале ряда лицевая, то проверьте обязательно первый ряд, значит где-то вы провязали две одинаковые петли. Это нужно исправить уже в начале первого ряда, чтобы все было верно. И теперь во втором ряду и все последующие ряды я буду вязать уже по сформированному первому ряду лицевой нашей петельки. Я буду вязать над лицевыми лицевыми петлями, а над изнаночными петлями я буду вязать изнаночными петельками. При этом несколько первых петель, как вы помните, у нас провязаны за две ниточки, поэтому не провяжите каждую ниточку по отдельности, чтобы не добавить нам петелек в ряду. И точно так же провяжите аккуратненько, чтобы ниточка у вас не делилась и было все красиво и аккуратно. Если у вас вот так вот вытаскивается ниточка, подтяните вот этот хвостик, значит все, мы уже получается его провязали. Вот он у нас заправлен, можно теперь его по желанию отрезать. И дальше до конца ряда я буду вязать изнаночные петли над изнаночными, лицевые над лицевыми. Так я провяжу второй ряд, третий, четвертый и так далее, пока у меня ширина резинки не достигнет 8 сантиметров. Я хочу достаточно широкую резиночку, поэтому буду вязать не менее 8 сантиметров. Хотите, по желанию, можете связать 6-7 сантиметров, если любите тоньше. Сейчас я буду вязать, скажем так, до отворота резинки ширину 8 сантиметров, вот таким вот образом. Над лицевыми лицевые петли, над изнаночными петлями изнаночные. Вот я провязала высоту отворотика, она у меня получилась 8 сантиметров и доли миллиметров. Смотрите, то есть в 8 сантиметрах у меня получилось 20 рядов резинки 1х1. Плюс один дополнительный ряд, то есть 21 от начала вязания, я провязала для того, чтобы четко отделить, линию изгиба сделать для нашей шапочки отворотика. Сейчас, смотрите, у меня по рапорту узора резинки 1х1 связана первая лицевая, затем изнаночная, лицевая и изнаночная. То сейчас я поменяю в шахматном порядке, скажем так, относительно провязанным ранее рядочком резиночки. Я над лицевой петлей буду вязать изнаночную, а над изнаночной буду вязать лицевую петлю, то есть в шахматном порядке. Вяжем над лицевой изнаночную петлю, над изнаночной лицевую и дальше продолжаем чередовать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот таким вот образом чередуя, также как бы вяжу первый ряд резиночки 1х1, но уже относительно к провязанным рядочкам она у меня будет немножечко со смещением на одну петлю. Вот таким вот образом я довяжу до конца этого ряда, провязывая каждую спицу со смещением на одну петельку. Вот, посмотрите, у нас получился такой вот небольшой, скажем так, ну, в общем, как шахматкой получился вот такой вот сдвиг. Вот, и дальше я вот закончила вязать первую спицу и дальше у меня идет лицевая, я вяжу над ней изнаночную, а над изнаночной вяжу лицевую. Связав первый ряд, второй ряд мы повторяем узор провязанного первого ряда после смещения петелек. То есть над лицевыми мы вяжем лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные петельки, тем самым повторяя ряд, который мы делали смещение. Благодаря вот этому ряду смещения мы сейчас получим полноценный изгиб для отворота, то есть если вот так вот как бы согнуть, получается, первую и начатую вторую часть, у нас получается четкая линия изгиба. Вот так. И сейчас, смотрите, мы, получается, провязали первую часть до нашего смещения 20 рядочков плюс 1 ряд для смещения, то мы сейчас вторую часть провяжем на 2 ряда меньше. То есть сейчас мы, получается, находимся в начале второго ряда, я свяжу еще 16 рядочков, то есть 18 рядов общая высота второй части резиночки для отворотиков. То есть это, получается, у нас внешняя сторона отворота, внутренняя сторона у меня должна быть на 2 ряда меньше. То есть 18 рядочков минус 2 ряда, которые мы уже второй начали, еще 16 рядочков нам нужно связать для отворота. И у нас получится уже полноценная резиночка после, и начнем вывязывать уже непосредственно сам основной узорчик шапочки. Вот мы довязали вторую часть нашего отворотика, и получилась вот такая четкая линия изгиба видна. Если вы вот так вот сделаете отворотик, то у нас получается хороший четкий отворот для шапочки. И как раз таки сейчас не хватает всего лишь 2 ряда для того, чтобы получилась ширина равная первой части. Вторая часть у нас немножечко уже для того, чтобы спрятать начало там, где мы будем делать прибавление петелек для нашего узора основного. Если вы вязали спицами потоньше, то, соответственно, в этом ряду как раз таки нужно поменять спицы на размер побольше. Я все вязала одним номером и буду продолжать до конца вязать одним номером спиц. Теперь смотрите, рапорт моего узора основного составляет 15 петелек. 100 на 15 не делится. Нам нужно добрать еще для того, чтобы связать полный рапорт, 5 петелек. То есть 15 умножаем на 7 рапортов, как раз таки получается у нас 105 петель. В этом первом ряду распределения мы добавим 5 петелек для того, чтобы вышел у нас полный седьмой рапорт. По желанию, конечно, вы можете связать 8 рапорт еще, но для этого вам в первом ряду нужно набрать будет не 5 дополнительных петелек, а 20. Теперь, что касаемо 5 дополнительных петелек. Нам нужно их набрать. Как мы это сделаем? Мы будем вязать первый ряд распределения на узор и параллельно добавлять петельки. 100 петель, которые мы имеем, делим на 5. У нас получается 20 петелечек. То есть, смотрите, мы из каждой 20 петли должны будем вывязать 2 петельки. То есть, сделать прибавление на каждой провязанной 20 петельке. И параллельно вывязываем узор. Итак, первый ряд мы сейчас начинаем вязать. 6 лицевых делаем. У нас идет начало ряда с изнаночной, поэтому вяжем над изнаночной лицевую, над лицевой, следующее лицевую. Два раза. Дальше снова лицевая, третья, четвертая, пятая и шестая. 6 лицевых это наш жгутик. Дальше по соотношению к резиночке 1 на 1 нам нужно сделать смещение, как мы делали вот здесь. Над лицевой петлей я буду вязать изнаночную петлю, над изнаночной лицевую. То есть, смотрите, 6, а раппорт узора 15, соответственно, мы вяжем 9 раз смещение петелек. Над изнаночной я вяжу лицевую 1, над лицевой вяжу изнаночную 2. Снова лицевая, изнаночная 4, лицевая, изнаночная 6, лицевая, изнаночная 8 и лицевая петля 9. Я связала первые 15 петелек, это наш 1 раппорт. Повторяю, нам нужно связать 6 лицевых, но вместо 6 лицевых мы сейчас вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Как вы помните, из каждой 20 мы делаем дополнительную прибавление, дополнительную петлю добавляем. Поэтому сейчас из лицевой вывязываем лицевую, но не снимая петельку со спицы, разворачиваем в другой стороной и с другой стороны мы точно так же вяжем лицевую. После этого снимаем петельки со спицы. У нас получается из 20 петли мы вывязали прибавление, то есть из одной лицевой сделали 2 петли. И у нас получается провязаны первые 6 петель лицевых нашего 2 раппорта. Дальше 9 петель вяжем по нашему рисунку со смещением. Над изнаночная лицевая, над лицевой изнаночной, это 2 петли. Лицевая изнаночная 4 петли. Лицевая, переходим на следующую спицу. Изнаночная 6 петель. Лицевая изнаночная 8 петель. И лицевая. Это получается 9 петель со смещением. Снова нам нужно связать 6 лицевых. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И нужно связать 9 петелек со смещением. Смотрите, первые 9 петель мы связали после прибавления. Затем связали 6 лицевых. Это получается связали 15 петель. Поэтому сейчас провязав 4 петли, мы должны будем сделать прибавление. Вяжем лицевая, над ней изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. И еще раз вяжем изнаночная, лицевая. Провязали 4 петли со смещением. А затем из следующей петли нам нужно сделать прибавление, так как это 20 петля. С первой стеночки сделали лицевую. И со второй, с другой стороны этой же петли сделали прибавление. То есть вывязали 2 лицевые с одной петли. Еще раз повторю. Смотрите, мы делали прибавление из 20 петли. Сейчас по счету мы провязали 9 петель со смещением. Затем 6 лицевых, это 15 петель. И сейчас, провязав 4 петли со смещением, мы из пятой сделали прибавление. Теперь получается, фактически, мы провязали 6 петель со смещением. Дальше над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночную. То есть это 8. И еще одну лицевую. 9 петель. И с каждой 20, повторяюсь, мы делаем прибавление. Довязав раппорт до конца, мы снова вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше смотрим, где мы делали прибавление, через сколько мы теперь делаем прибавление. Вот она у нас прибавление. После этого мы провязали 2, 4, 6, 8, 9 петель. Значит, следующие 9 петель мы вяжем со смещением. Над лицевой вяжем изнаночную. Дальше над изнаночной лицевую. Это 2 петли. Снова изнаночная лицевая. 4 петли. Изнаночная лицевая. 6 петель. Изнаночная лицевая. 8 петель. Дальше нам нужно связать одну изнаночную. И довязали. Получается третий раппорт. Четвертый раппорт мы начинаем с 6 лицевых петель. Но так как это у нас получается уже следующая лицевая петля после изнаночной. Это 20 петля. То мы вяжем одну лицевую. Дальше из лицевой вяжем 2 петли. Лицевая за переднюю стенку. Лицевая за дальнюю стенку этой же петли. То мы провязали уже 3 лицевые. Получается вместе с прибавлением. 3. Дальше довяжем 3 лицевые петли. То есть мы связали 6 лицевых. Дальше вяжем со смещением 9 петелек. Изнаночная петля над лицевой. Над изнаночной лицевая петля. Повторяем. Изнаночная лицевая 4 петли. Изнаночная лицевая 6 петель. Изнаночная лицевая 8 петель. И до конца раппорта довязываем одну изнаночную. Девятую со смещением петлю. И смотрим. Мы сейчас сделали после прибавления 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель провязали. Поэтому дальше продолжаем набирать снова 6 лицевых петель. Первая лицевая, вторая, третья. Переходим на следующую сторону. Четвертая, пятая и шестая. Получается провязали 18 петель. Сейчас провяжем лицевую над изнаночной. А со следующей петли сделаем прибавление. С лицевой петельки мы захватываем за переднюю стеночку, вяжем лицевую. Разворачиваем с другой стороны за дальнюю стеночку, вяжем прибавление. То есть мы сейчас фактически провязали. Сейчас я вам скажу. 6 лицевых. И 3 уже петли со смещением. Дальше над изнаночной вяжем лицевую. Это 4 получается петли. Затем над лицевой изнаночную 5, над изнаночной лицевую 6, дальше изнаночную над лицевой 7, лицевую и изнаночную 8, 9. Связали 9 петель со смещением. И дальше вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возможно я сказала, что там мы довязали третий рапорт, может здесь не третий рапорт. Я так условно сказала. Следующий рапорт. Учтите, что я там могла ошибиться в количестве. И теперь смотрите, у нас сделано прибавление. Мы от него отсчитываем. 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель мы провязали. Значит дальше мы должны провязать еще 8 петель и сделать якобы прибавление. Делаем со смещением петельки. Лицевая над изнаночной 1 вяжем, над лицевой изнаночная 2, снова лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 6, лицевую вяжем над изнаночной, а с последней петли у нас должно быть 9 получается со смещением петель, а у нас их 8. Вот как раз таки вот эта последняя петля, это и есть петля, где мы должны сделать прибавление. Вяжем лицевую и с другой стороны за другую стеночку этой же петельки вяжем вторую лицевую. Это наша сотая петля в конце ряда, мы с нее вяжем прибавление. Итак, посмотрите, что у нас получается. У нас получается связан первый ряд распределения, в котором должно быть обязательно в каждом рапорте 15 петель, 6 из них лицевые и 9 петель со смещением в шахматном порядке по отношению к резинке 1 на 1. И я дошла до конца ряда. Второй ряд сейчас мы с вами провяжем по рисунку, который сформировали, для того, чтобы в дальнейшем вы уже как бы не сбивались, где что мы вяжем. Начинаем ряд 6 лицевых петель, я вяжу из-за передней стеночки, для того, чтобы ложилась красивой косичкой наша лицевая петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали 6 лицевых, дальше у нас должны идти 9 петель со смещением. То есть сейчас мы вяжем второй ряд, а запомните, что все четные ряды рисунка будем вязать по рисунку, как ложатся петельки. Вот у нас идет первая лицевая, так и вяжем над ней лицевую, дальше идет изнаночная, вяжем над ней изнаночную. Снова лицевая, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И считаем, у нас должно получиться 9 петель со смещением. Итак, 2, 4, 6 петель лицевых, дальше лицевая, изнаночная, 2 петли, лицевая, изнаночная, 4 петли, лицевая, изнаночная, 6 петель, лицевая, изнаночная, 8 петель. То есть заканчиваем еще одной лицевой петлей. Вот он наш первый рапорт связан. Дальше повторяем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наша прибавочная вот здесь вот петелька, 6 петля. Дальше вяжем петельки со смещением 9 раз. То есть мы как вязали в том ряду смещение, в этом ряду просто вяжем над петлей петлю. Над лицевой вяжем лицевую раз. Над изнаночной, изнаночную 2. Дальше снова лицевая, изнаночная 4. Лицевая, перехожу на вторую спицу, изнаночная 6. Лицевая, изнаночная 8. И лицевой петлей заканчиваю 9 петлю смещением. Дальше повторяем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова отсчитываем 9 петелек. Над изнаночной вяжу изнаночную раз. Над лицевой вяжу лицевую 2. Снова изнаночная, лицевая 4 петли. Теперь у нас по идее здесь должна идти изнаночная. Но мы провязали, получается, в предыдущем ряду лицевую. Вот для того, чтобы нам попасть на тот узор, который должен быть, то мы сейчас провяжем над лицевой изнаночную петлю, а над изнаночной лицевую петлю. Дальше нам нужно немножечко приспустить и лицевую исправить на изнаночную, чтобы у нас узор ложился как бы по порядку. То есть, смотрите, по чередованию у нас сейчас 2, 4, 6 уже по узору двойной путанки. Дальше вяжем над изнаночной, которую мы исправили, изнаночную. Это получается, мы уже связали 2, 4, 6, 7 петель. Теперь вот эту изнаночную исправляем на лицевую, для того, чтобы у нас совпал узорчик. Мы по предыдущему ряду не могли предположить, что здесь придется нам исправлять, так как, скажем, вот эти прибавления нам немного сбивают рисуночек. Итак, довязываем лицевую над лицевой, это 8. И над лицевой нам нужно связать изнаночную, соответственно, еще раз изнаночную. То есть, 9. Хотите, можете не исправлять предыдущий ряд, просто провяжем, как у нас сложатся петельки. Здесь небольшое искажение из-за того, что было прибавление. То есть, смотрите, у нас сейчас провязано 6 лицевых, затем 2, 4, 6, 8, 9 петель со смещением. Дальше повторяем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И по рисунку нам нужно провязать 9 петель. Изнаночная над изнаночной. Переходим на следующую спицу. Дальше лицевая над лицевой, это 2 петли. Изнаночная 3, лицевая 4, изнаночная 5, лицевая 6, изнаночная 7, лицевая 8, изнаночная 9. Дальше повторяется 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 9 петель со смещением у нас по рисунку. Над изнаночной, изнаночная. Раз, над лицевой петлей, лицевая 2. Затем снова изнаночная лицевая, это 3, 4. Изнаночная лицевая 5, 6. Изнаночная лицевая 7, 8. И изнаночная петля 9. Связали еще один очередной раппорт. Теперь вяжем 6 лицевых. Для удобства я 6 лицевых предлагаю вам переносить всегда на одну спицу. 3 лицевые, дальше 4, 5 и 6 со второй спицы я провязала. Теперь еще вяжем до конца ряда. Смотрим, 6 лицевых мы провязали. Дальше у нас идти должны петельки по рисунку 9 раз. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, это 4 петли. Изнаночная лицевая 6 петель, изнаночная лицевая 8 петель. И изнаночная петля, это 9 петля. У нас остается еще один раппорт. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше 9 петель. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Это 2 петли. Дальше лицевая и изнаночная 4 петли. Лицевая и изнаночная 6 петель. Лицевая и изнаночная 8 петель. И последняя петля лицевая. Вот так вот. И мы дошли плавно до конца второго ряда. Посмотрите. И у нас получается мы закончили ряд 9 петлями смещения. А следующие уже 6 петель у нас идут новый ряд. И при этом у нас начинаются уже петли жгута. Вот запомните, что вот там где 6 лицевых, это петли жгута. Там где 9 петель, это петли со смещением нашей двойной жемчужной вязки. И еще раз повторюсь. Каждый четный ряд, независимо. Узор это либо жгут, либо двойная жемчужная вязка. Он всегда будет вязаться по рисунку, который вы задаете в нечетных рядах. И сейчас мы приступаем к третьему ряду узора. Для этого берем дополнительную спицу. Можете взять для кос, можете взять обычную чулочную. У меня это чулочная обычная спица. Мне проще ей делать перекрещивание. И теперь, смотрите, находим первые 6 петель ряда третьего. И переносим на дополнительную спицу 3 первые лицевые петли. 1, 2, 3. Оставляем перед работой эту спицу. И находим дальше 4, 5, 6 лицевую петлю. Вот эти 3 петли нам нужно провязать каждую из них лицевой петлей на свободную спицу. 1, 2, 3. Дальше. Почему я говорю, что мне удобнее на прямой спице? Потому что я не буду переносить, а сразу же подвигаю петельки, оставленные перед работой. Вот так вот удобным для себя способом. И вяжу их также 3 лицевые на рабочую спицу. Вот так. Что у меня получается? У меня получается, я сделала перекрещивание в левую сторону. Пока этого не очень видно, но провязав несколько рядочков, вы уже будете четко видеть, что это сделано перекрещивание с наклоном влево. Теперь вяжем следующие 9 петель. Но со смещением. Смотрите, над лицевой петлей я вяжу изнаночную, а над изнаночной вяжу лицевую. Это 2 петли я провязала. Так нам нужно провязать еще 7 петель. Изнаночная лицевая это 4 петли. Изнаночная лицевая это 6 петель. Изнаночная лицевая это 8 петель. И изнаночная петля, 9 петля. И мы связали до конца 1 раппорт. И сейчас мы будем повторять его еще 6 раз. То есть всего, как вы помните, у меня 7 раппортов. Первый я провязала, дальше повторяю. Переношу на дополнительную спицу первые 3 лицевые из 6. 1, 2 и 3. Оставляю перед работой. И затем перевязываю 4, 5 и 6 петлю лицевой на рабочую спицу. Связала 3 лицевые. Подтягиваю оставленные перед работой 3 петли. И вяжу их также 3 лицевые. 1, 2, 3. Сделала снова перекрещивание в левую сторону, как и в первый раз. А затем мне теперь нужно 9 петелек провязать со смещением. Над лицевой я вяжу изнаночную. Над изнаночной вяжу лицевую. 2 петли я связала. Дальше снова изнаночная лицевая 4 петли. Изнаночная лицевая 6 петель. Изнаночная лицевая 8 петель. И изнаночная это 9 петля. У меня на первой спице связано 2 рапорта узора. Повторяю. Беру на спицу свободную. Переношу 3 первые петли из 6 лицевых наших. Оставляю перед работой. Затем перевязываю 4, 5, 6 петлю лицевую на свободную спицу. 1, 2, 3. Связала 3 лицевые с рабочей спицей. И затем подтягиваю вот эти оставленные 3 лицевые. И довязываю их также лицевыми. 1, 2 и 3. Сделала перекрещивание с наклоном влево. Вот так вот. И теперь вяжу следующие 9 петель со смещением. Над изнаночной вяжу лицевую. Над лицевой вяжу изнаночную. Это 2 петли. Повторяю. Лицевая и изнаночная 4 петли. Лицевая и изнаночная 6 петель. Лицевая и изнаночная 8 петель. И лицевая 9 петля. Я связала еще один рапорт. От начала это 3 рапорт у нас. И приступаю к четвертому рапорту. Он начинается у нас со жгутика. Поэтому снова беру 3 первые петли. Перекрещиваю с наклоном влево. Для этого снимаю первые 3 лицевые. Следующие 3 лицевые вяжу лицевыми на правую спицу. И оставленные перед работой 3 лицевые также вяжу на правую спицу. Вот они. 1, 2 и 3. Делала наш жгутик. И теперь мне нужно довязать 9 петель со смещением по рисунку. У меня осталась изнаночная. Я вяжу ее лицевой. И дальше я довяжу еще 9 петель сюда же на эту же спицу. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Это 4 петли после перекрещивания жгутика. Дальше лицевая, изнаночная. Это 6 петель. Лицевая, изнаночная. 8 петель. И 1 лицевая, 9 петля. У меня уже связано 4 раппорта. Теперь снова берем спицу. Переносим из 6 лицевых 3 первые на дополнительную спицу. И оставляем ее перед работой. Следующие 3 петли. 4, 5, 6. Вяжем лицевыми петлями на рабочую спицу. Переносим петельки либо на левую спицу рабочую, либо просто вот так подтягиваете, как я. И вяжем также 3 оставленные петли перед работой лицевыми петлями. Сделали перекрещивание влево. И теперь 9 петелек со смещением жемчужной вязки. Лицевая над изнаночной петлей и изнаночная над лицевой. Это 2 раза. Лицевая над изнаночной петлей 4, лицевая над изнаночной 6, лицевая над изнаночной 8 и лицевая петля это 9 петля, то есть 15 петля раппорта. И снова делаем перекрещивание. Для перекрещивания переснимаем первые 3 петельки на дополнительную спицу. Оставляем перед работой. Следующие 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3. И эти оставленные перед работой вяжем также 3 лицевые. 1, 2 и 3. Вот так вот. Связали полтора раппорта на спицу. Я сюда же довяжу второй раппорт для удобства. Вяжем 9 петелек со смещением. Над изнаночной я вяжу лицевую петлю, над лицевой вяжу изнаночную петлю. Это 2. Лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 6, лицевая изнаночная 8 и лицевая петля 9. И мне остается довязать всего лишь один раппорт до конца ряда. Для этого я снова делаю перекрещивание. Первые 3 петли лицевые я переношу на дополнительную спицу, которую оставляю перед работой. 4, 5 и 6 петлю я вяжу лицевыми на рабочую свободную спицу. 3 лицевые связала. 3 оставленные перед работой петли я также вяжу. 3 лицевые сюда же. 1, 2 и 3 лицевая. И до конца ряда из 7 раппорта мне остается связать 9 петель со смещением. Над лицевой я вяжу изнаночную петлю, над изнаночной вяжу лицевую. Это 2 петли. Изнаночная лицевая 4 петли. Изнаночная лицевая 6 петель. Изнаночная лицевая 8 петель. И 9 петля у меня также изнаночная. Все, довязала я до конца третий ряд. И сейчас мы будем вязать четвертый ряд. Как вы помните, он вяжется по рисунку. Над 6 лицевыми мы вяжем 6 лицевых. Над петлями, вот здесь, вот там, где мы вяжем со смещением, так и вяжем петли со смещением уже по рисунку, заданному в третьем ряду. Над петлями жгута вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 9 петель по рисунку. Изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. 2 петли. Изнаночная лицевая 4 петли. Изнаночная лицевая 6 петель. Изнаночная лицевая 8 петель. И заканчиваем 9 изнаночной петлей. Так мы связали первый раппорт узора 4 ряда. И до конца вяжем, повторяя вот этот раппорт. То есть смотрите, где у вас жгут эти 6 петель лицевые, там где 9 петель помимо жгута, вяжем изнаночная над изнаночной петлей, лицевая над лицевой. Здесь уже вы, я думаю, видите хорошо, где у вас какая петля, поэтому вяжем второй ряд по рисунку, как ложатся петельки. В пятом ряду мы сейчас сделаем только смещение промежуточных 9 петелек между жгутами, поэтому петли жгута в пятом ряду мы вяжем просто 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше у нас идут 9 следующих петель промежуточных, мы над изнаночной вяжем лицевую, а над лицевой вяжем изнаночную. Это 2 раза мы провязали 2 петли, дальше изнаночная мы вяжем над лицевой, лицевая над изнаночной 4, лицевая изнаночная 6, лицевая изнаночная 8 и 1 лицевая 9 промежуточная петля. Сделали смещение, дальше вяжем снова петельки жгута 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идут 9 петель промежуточных, мы вяжем лицевая, изнаночная со смещением, то есть над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой, изнаночную. Снова повторяем лицевая, изнаночная 4 петли, лицевая, изнаночная 6 петель, лицевая, изнаночная 8 петель и лицевая петля 9. повторяем так до конца ряда 6 петель жгута это 6 лицевых так и вяжем по рисунку 6 лицевых а дальше 9 петель со смещением над лицевой вяжу изнаночную над изнаночной вяжу лицевую и так 9 промежуточных петелек со смещением провязав отсчитываем 9 петелек и смотрим у нас затем идет снова жгутик поэтому вяжем 6 лицевых и 9 петель после жгутика со смещением на одну петлю смещение запомните это над лицевой вяжем изнаночную петлю а над изнаночной вяжем лицевую петлю мы сделаем как бы смещение в шахматном порядке связав 9 петелек со смещением приступаем к следующему рапорту и так вяжем пятый ряд до конца 6 лицевых петель жгута 9 петель со смещением 6 петель лицевых жгута 9 петель со смещением 6 ряд это четный ряд поэтому мы вяжем его по рисунку и в дальнейшем запомните что каждый четный ряд 2 4 6 8 10 и так далее на протяжении практически всего вязания будет вязаться по рисунку который мы задаем нечетных рядах первом третьем пятом седьмом и так далее то есть просто его повторяем как бы вяжем изнаночный ряд который будем вязать всегда по узору 7 нечетном ряду мы сейчас точно так же как и в пятом провяжем петли жгутика нашего нетронутыми это 6 лицевых а дальше следующие 9 петель промежуточных между жгутами мы делаем смещение снова шахматном порядке то есть провяжем наши петли жгута 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 а дальше я вяжу над изнаночной лицевую а над лицевой изнаночную и так смещаю все 9 петелек до следующего жгута то есть шахматном порядке по отношению к предыдущим рядам дошла до следующего жгута вяжу 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и снова над лицевой вяжу изнаночную а над изнаночной вяжу лицевую и вот так вот смещаю еще 9 промежуточных петелек я связала два раппорта узора но так буду чередовать до конца седьмого ряда после седьмого восьмой ряд вяжем по рисуночку так как это четный ряд теперь в девятом ряду мы сейчас точно также не тронем петельки жгута так и вяжем 6 лицевых а дальше 9 петель мы снова свяжем со смещением и самое главное запомните в дальнейшем что вот эти девять промежуточных петель мы будем смещать на одну петлю в шахматном порядке то есть вот так вязать каждый нечетный ряд то есть мы сместили сначала связали при распределении первого ряда во втором мы немножечко подкорректировали так как здесь было распределение петелек и чтобы было все красиво по рисуночку мы немножечко там исправили в одном рапорте но 1 3 5 7 9 и так далее все нечетные ряды это петли мы эти смещаем шахматном порядке каждый четный ряд это 2 4 6 8 10 и так далее все вяжем по рисуночку вот эти петельки жгутика мы перекрестили с вами в третьем ряду в девятом ряду пока то есть это мы получается связали 4 5 6 7 8 ряд и сейчас вяжем 9 6 ряд мы вяжем высоту без изменения по 6 петель каждом ряду лицевых сейчас пока без изменно мы довяжем 9 ряд лишь только смещая петельки в шахматном порядке вот этих промежуточные 9 петель между жгутиками и 10 ряд так как он у нас четный мы свяжем по рисуночку это 6 лицевых и над петлями промежуточными 9 петлями у нас так и будет по рисуночку над лицевыми петлями мы будем вязать лицевые петли над изнаночными будем вязать изнаночные петли то есть довяжем мы 9 ряд со смещением только 9 промежуточных петелек вот они у нас уже смещены над лицевой я провязала изнаночную над изнаночной лицевую а 6 лицевых петель жгута я пока в девятом ряду неизменно вяжу лицевыми петлями и мы наконец подошли к одиннадцатому ряду и мы сейчас будем провязывать его как третий ряд то есть перекрещиваниями мы сейчас связали если присмотреться то уже два с половиной рапорта узора высоту двойной жемчужной вязки чтобы проще вам было запомнить это четыре ряда которые повторяются каждый раз то есть с первого по четвертый ряд включительно у нас повторяются рапорт высоту но для того чтобы было проще не высчитывайте каждый скажем так ряд рапорта а просто каждом нечетном ряду делаем смещение по отношению к предыдущему ряду а в каждом четном ряду просто вяжем по рисуночку как связали со смещением в нечетном ряду это для тех чтобы было проще запомнить для тех кто не знает как вязать двойную жемчужную вязку скажем так вот в промежуточных моментах когда вы вяжете полотно это проще здесь скажем промежуточный вариант вот здесь вот вплетение скажем так этой двойной жемчужной вязки вот то здесь немножечко сложнее будет для тех кто ее никогда не вязал а вот и сейчас как раз таки мы подошли к моменту перекрещивания жгута то есть смотрите мы сделали перекрещивание в третьем ряду дальше 4 5 6 7 8 9 10 ряд мы связали по 6 лицевых петель в каждом ряду то есть 7 рядов мы вязали без изменения после перекрещивания с третьего ряда по 10 мы вязали без перекрещивания значит мы перекрещивание делаем сейчас в восьмом ряду сделали в третьем году дальше провязали 7 рядочков без изменения по 6 лицевых петель в высоту и в восьмом ряду сейчас мы будем вязать перекрещивание снова в восьмом ряду отсчитывая от вот этого третьего ряда, где мы делали перекрещивание. А на самом деле сейчас у нас одиннадцатый, соответственно, нечетный ряд. И для этого я снова беру спицу дополнительную и нахожу первый наш жгутик, с которого начинается у нас ряд. Обращайте внимание там, где у вас начинается и заканчивается ряд. И теперь переснимаем, как и в третьем ряду, первые три лицевые петельки на дополнительную спицу. Дальше находим четвертую, пятую, шестую петлю и вяжем их лицевыми петлями на свободную спицу. Один, два, три. Провязали три лицевые. Подтягиваем с дополнительной спицы и вяжем и эти петельки, оставленные, три лицевые на рабочую спицу. Сделали перекрещивание. Посмотрите в левую сторону. У нас получился красивый такой вот отворот жгута. Теперь вяжем 9 петель со смещением над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую. Итак, я вяжу смещение в 9 петель до следующих шести лицевых петель жгута. Связала изнаночную и у меня идут дальше петельки жгута, то есть следующий раппорт. Снова беру нашу спицу и оставляю на ней первые три лицевые петли из шести перед работой. Дальше четвертую, пятую, шестую петлю вяжу лицевой. Это три петельки, поэтому вяжу три лицевые. Один, два, три. И дальше подтягиваю для того, чтобы провязать вот эти три петельки, оставленные перед работой на дополнительной спице. Также вяжу эти три петли лицевыми петлями. Для удобства хотите, можете переносить на вот эту спицу рабочую. Эти три петли, а затем провязывать. Но, честно говоря, я для этого взяла ровную спицу, для того, чтобы мне было удобно, скажем так, подвигать просто петельки на край спицы. Обычно я могу делать это и спицей, скажем так, специально для жгутиков и косичек. Но вот сейчас я почему-то так вот решила взять прямую. Теперь снова у нас 9 петелек. Мы вяжем их со смещением над лицевой и изнаночную, над изнаночной и лицевую. Итак, 9 петелек до следующего рапорта. Связали со смещением в шахматном порядке. Второй наш рапорт 9 петелек. И вот, посмотрите, что у нас получается. Сделали перекрещивание в левую сторону первого-второго жгута. Промежуточные 9 петель связали в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду. Так я буду повторять до конца ряда, пока не провяжу все 7 рапортов. Снова беру дополнительную спицу и снимаю первые 3 лицевые из 6. На дополнительную спицу оставляю перед работой. Дальше вяжу следующие 3 петли лицевые. 1, 2, 3. И дальше с дополнительной спицы подтягиваю удобным для себя образом. И вяжу 3 лицевые оставленные. 1, 2, 3. То есть фактически мы провязали 6 лицевых наших, которые были, просто с перекрещиванием. В левую сторону, а дальше со смещением вяжем 9 петелек. Изнаночную мы вяжем лицевой, а над лицевой вяжем изнаночную. И так 9 раз до следующего жгутика. Дойдя до 6 следующих лицевых, мы снова делаем перекрещивание. И так вяжем до конца 11 ряда. Делаем вот такие вот перекрещивания. Оставляем первые 3 петли перед работой. Дальше следующие 3 петли провязываем. И возвращаем с дополнительной спицы, провязывая лицевые петельки. Таким образом у нас получается перекрещивание только в левую сторону. Но всегда обратите внимание, как в третьем ряду, так и в одиннадцатом. Поэтому сейчас 11 ряд, я дальше продолжаю делать жгутики и делать промежуточные петельки со смещением. Довязав до конца 11 ряд, что мы имеем? Смотрите, мы сейчас провязали 11, повторив за третьим рядом. То есть начиная с 12 ряда, мы повторяем все ряды с четвертого ряда после перекрещивания. Так как сейчас у нас четный ряд, то, соответственно, мы свяжем его по рисуночку. Но получается у нас повторение идет рядочка. Рапорт мы один провязали. И сейчас мы начали с перекрещивания первого ряда рапорта. То есть 12 как четвертый ряд мы вязали, 13 как пятый ряд, 14 как шестой ряд и так далее. То есть каждый четный ряд вы продолжаете вязать по рисуночку. В каждом нечетном ряду вы продолжаете делать смещение в шахматном порядке. А сейчас от перекрещивания в 11 ряду мы должны провязать 7 рядочков без изменения 6 лицевых. То есть 12 ряд, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ряд мы вяжем просто 6 лицевых над жгутиком. В 19 ряду мы должны будем сделать перекрещивание. Перекрещивание мы будем делать как в третьем ряду, как в 11 ряду. Еще раз повторюсь, в каждом нечетном ряду делаем смещение промежуточных петель между жгутами. То есть это у нас сейчас получается 12 ряд, поэтому вяжем по рисуночку учетный ряд. В 13 ряду делаем смещение, в 15, в 17, далее в 19 ряду мы сделаем и смещение, и перекрещивание нашего жгутика. И вот так я буду перекрещивать жгутик в каждом восьмом ряду. Но он у нас обязательно будет нечетный. А смещение делают тоже в каждом нечетном ряду. То есть смотрите, делаем четный ряд, как я вам уже говорила, как изнаночную сторону по рисунку. В каждом нечетном смещаем узорчик в шахматном порядке лицевые и изнаночные петли. И в каждом восьмом ряду, через 7 рядочков, будет вот так точнее, через 7 рядочков в восьмом ряду мы будем делать перекрещивание. В данном случае мы сделали в 11 ряду, далее будем делать в 19 ряду. Снова отсчитаем 7 рядов. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И в 27 ряду мы сделаем очередное перекрещивание. Я думаю, что здесь вы справитесь. Сейчас вы, если хотите, по желанию, можете начать вязать с 4 ряда, то есть как 12. Ну просто. Самое главное, ориентируйтесь, отсчитывая 7 рядочков, начиная с 12 ряда. И затем в 19 сделаем перекрещивание. Точно так же и здесь в каждом нечетном ряду делаем смещение на одну петлю. Повторяю много раз, для того, чтобы было понятно. И сейчас, если вы вот так вот сделаете отворотик по линии сгиба, вот так, то у нас получается, что у нас четко видна линия отворота. Вот она наша линия сгиба. Благодаря тому, что мы поменяли петельки. И из-за того, что у нас внутренняя сторона резиночки под отворотиком короче, чем внешняя вот эта сторона верхняя, то у нас вот это начало, там где было прибавление, переход на основной узор, все это спрятано. То есть у нас уже виден именно первое перекрещивание жгута. Виден уже непосредственно сам узорчик. А благодаря тому, что мы сделали еще с внутренней стороны резиночку, то ваша шапочка достаточно долгое время будет с нерастянутым краешком. То есть, чтобы не деформировался быстро край. Вот. У нас вот так вот будет выглядеть в итоге красивенько отворот. И сейчас я буду продолжать вязать высоту шапочки уже от линии отворота до того момента, когда мы начнем уже убавлять макушку. Я связала высоту шапочки высотой в 17 см. То есть от нашей линии изгиба у меня провязано 17 см. По рисунку, по узору у нас сейчас провязан четвертый, вот здесь вот наклон влево, вот он первый у нас был, второй, третий и четвертый. И после четвертого перекрещивания влево я связала три ряда. То есть один ряд по рисунку, так как он у нас был четный. Следующий ряд, нечетный, я сделала по рисунку 6 лицевых петель, сделала смещение в промежуточных 9 петлях нашей двойной жемчужной вязки. И третий ряд я провязала по рисунку, так как это четный. Сейчас я нахожусь в четвертом ряду после перекрещивания. Он у нас нечетный, поэтому в этом ряду мы должны будем делать смещение промежуточных петель в шахматном порядке. А петли жгута я так и буду продолжать вязать лицевыми петлями. Для убавления макушки нам понадобится около 3 сантиметров, поэтому как раз таки я уже остановилась и буду делать нашу макушку для нее убавления. Смотрите, берем спицу и вяжем 6 лицевых над петлями жгута, так и вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас идет 9 промежуточных петель. Для этого над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. Дальше находим следующую лицевую и изнаночную, и по рисунку чередования у нас должна идти сейчас изнаночная. Мы берем, провязываем лицевую и изнаночную петлю вместе одной изнаночной. То есть сократили таким образом одну петлю. Если мы дальше продолжим вязать по рисунку со смещением, то у нас дальше идет лицевая петля, а значит идти должна по чередованию замещения изнаночная. Если мы сейчас провяжем ее изнаночной, то у нас будет рядом 2 изнаночные, нам этого не нужно. Поэтому сейчас вяжем лицевую и изнаночную петлю вместе одной лицевой. Заводим за изнаночную петлю спицу и вяжем вместе изнаночную и лицевую одной лицевой петлей. Так у нас получается не нарушен, скажем, ряд смещения. Как шла изнаночная, так и идет, лицевая, так и идет. То есть по чередованию. Мы сократили, связали вместо 4 петель, теперь у нас 2. То есть сократили в одном рапорте узора 2 петли. Дальше у нас над лицевой идет изнаночная. Все хорошо, то есть так как у нас была лицевая, сейчас изнаночная. Рисунок не нарушен. Над изнаночной вяжем лицевую и над лицевой вяжем изнаночную. Теперь у нас вместо 9 промежуточных петель осталось 7. То есть раппорт узора у нас сейчас 6 лицевых петель жгута и 7 промежуточных петель по рисунку со смещением. Повторяем теперь 6 лицевых над петлями жгута. 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем изнаночную над лицевой. Над изнаночной вяжем лицевую. Теперь у нас должна идти изнаночная, поэтому вяжем лицевую и изнаночную вместе одной изнаночной. Изнаночную и лицевую следующую вяжем вместе одной лицевой. Для удобства красивой картинки я предлагаю вам изнаночную вот так вот поворачивать. И теперь за вот так вот передние стеночки вяжем вместе одной лицевой. То есть красивой лицевой косичкой нам поворачивать нужно изнаночную петлю, чтобы ложилась вот так вот красиво. И теперь дальше продолжаем вяжем изнаночную, лицевую и изнаночную. Теперь слово у нас вместо 9 промежуточных петель связано 7. В каждом раппорте мы будем до конца этого ряда убирать по 2 петли. Вяжем над петлями жгута 6 лицевых. Дальше вяжем первые 2 петли по рисунку со смещением над изнаночной лицевой, над лицевой изнаночной. Дальше у нас должна идти лицевая, поэтому мы сейчас изнаночную и лицевую вяжем вместе одной лицевой. Но для этого я лицевую разверну другой стороной, чтобы было красиво. Вот так. Разворачиваем, вяжем лицевую, теперь должна идти изнаночная. Мы сейчас изнаночную и лицевую вяжем вместе изнаночной. Для этого разворачиваем изнаночную и вяжем вместе со следующей лицевой изнаночной петелькой. Вот так. То есть как бы мы будем делать такое же смещение, но при этом по чередованию 2 средние, скажем так, петельки с одной стороны и 2 средние с другой стороны вязать вместе одной петлей по смещению. Сейчас у нас идет изнаночная последняя провязанная, здесь тоже изнаночная, но должна идти лицевая, поэтому вяжем ее лицевой и над лицевой вяжем изнаночную. Седьмая у меня петля идет лицевая. Снова мы, получается, вместо 9 петель связали 7, так как сделали 2 убавления. Я продолжаю дальше делать убавления, при том, что следить. 2 первые петли вы связали со смещением, а следующие 4 петли мы делаем 2 убавления подряд. По рисунку смещения ориентируемся, какие петли мы вяжем следующие. То есть петли убавления у нас могут быть как лицевые, так и изнаночные. Ориентируемся по рисунку. Вот я сейчас третий раз вяжу 6 лицевых. Дальше первые 2 я вяжу лицевая над изнаночной, над лицевой изнаночная. Дальше у меня идти должна лицевая, поэтому я сейчас для удобства поверну лицевую вот так вот другой стороной. И за дальней стеночкой вяжу вместе изнаночную лицевую одной лицевой петлей. Сделала убавление. Теперь у меня должна идти изнаночная. Снова я для удобства лицевую вторую поворачиваю, вот так. Даже можно изнаночную повернуть, не просто лицевую, а изнаночную. Вот так я верну на место. И дальними стеночками я поставила вперед петли. Теперь вяжу вместе их одной изнаночной петлей, так как по рисунку у нас идти должна изнаночная. Дальше над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночной петлей вяжем и снова лицевую. Снова сделали убавление, но при этом мы со смещения рисунка убрали 2 петли и как бы рисунок у нас в принципе не нарушается. До конца ряда делаем смещение и убавляем по 2 петли в промежуточных 9 петлях. 6 лицевых провязали. Первые 2 петли вяжем со смещением по рисунку. Дальше смотрим. У нас должна идти лицевая по чередованию, значит вяжем следующие 2 петли вместе лицевой. Я буду разворачивать для того, чтобы у меня красивой косичкой ложились лицевые петельки. Точно так же в принципе и изнаночные, чтобы красиво ложились, поэтому изнаночную я разворачиваю и вяжу вместе с лицевой одной изнаночной. По чередованию у нас идет сейчас лицевая, изнаночная и лицевая. Вот так повторяем до конца первого ряда убавления. Следующий ряд убавления второй четный, поэтому четный мы свяжем по рисунку, который сформировали в нечетном. 6 лицевых над петлями жгута, так и вяжем 6 лицевых. Дальше у нас идут петли промежуточные, изнаночная над изнаночной, лицевую вяжем над лицевой. Снова идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Подошли к следующему рапорту нашему и вяжем 6 лицевых, а дальше промежуточные 7, уже теперь вместо 9 петелек вяжем по рисунку. Изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. То есть все как всегда вяжем по рисунку в четном ряду. В третьем ряду убавления снова петли жгута вяжем так как по рисунку 6 лицевых, так и вяжем 6 лицевых. Дальше вяжем первые 2 петельки со смещением по рисунку над изнаночной, я вяжу лицевую, над лицевой и изнаночной. А дальше следующие 2 пары мы должны также связать с убавлением. То есть 2 петли вяжем одной петлей и следующие 2 петли вяжем одной петлей. А какой сейчас посмотрим. Смотрите, так как шла предыдущая у нас изнаночная, сейчас должна идти лицевая. Поэтому для удобства я вторую лицевую разворачиваю второй стеночкой ближе к нам и вяжу изнаночную лицевую петлю за дальнюю стеночку лицевой. Следующая у нас идти должна изнаночная. Поэтому я сейчас поворачиваю вот так вот изнаночную себе ближе стеночкой и вяжу вместе с лицевой одной петлей изнаночной. То есть сокращаю вторую петельку. Затем по рисунку у нас идет изнаночная, вяжем ее лицевой. И сейчас промежуточных петель у нас осталось 5 вместо 7 предыдущих. Повторяем. 6 лицевых над петлями жгута. Так и вяжем 6 лицевых. Дальше вяжем первые 2 петли со смещением. Над изнаночной я вяжу лицевую, над лицевой вяжу изнаночную. А следующие 2 петли мы свяжем попарно. Так как шла предыдущая изнаночная, то сейчас должна быть лицевая. Я поворачиваю сейчас для удобства изнаночную. Можете в принципе лицевую повернуть вот так вот. И изнаночную за дальнюю стеночку с лицевой вяжем одной лицевой. Вот так. Теперь должна идти изнаночная. Для удобства я разворачиваю изнаночную дальнюю стеночкой и вяжу вместе с лицевой изнаночную петлю изнаночной. Вот так. И у меня остается до конца рапорта довязать всего лишь лицевую петлю над изнаночной. У нас снова вместо 7 петель уже 5 промежуточных между жгутами. Жгуты пока, обратите внимание, мы не трогаем. Снова вяжем 6 лицевых над жгутиками нашими, без изменок пока. И затем из 7 вяжем 5 петель с убавлениями. Первые 2 петли вяжем по рисунку. У меня идет лицевая, я вяжу изнаночная, над изнаночной вяжу лицевую. Дальше должна идти изнаночная петля. Для удобства я лицевую поворачиваю дальней стеночкой к себе и вяжу вместе с изнаночной, вот так вот, вместе одной изнаночной петлей. Дальше должна идти лицевая. Поэтому я сейчас свяжу лицевую и изнаночную вместе лицевой петлей. Можете, в принципе, по желанию менять петли местами. То есть вот так вот снимаете лицевую и изнаночную, сначала одеваете лицевую, а затем изнаночную. Тогда вяжете вместе лицевой. Но это для тех, кто в идеале хочет прям вот такое вот идеальное, скажем так, смещение. До конца рапорта у нас остается лицевая, поэтому вяжем над ней изнаночную со смещением. Так я буду менять в каждом рапорте петельки и провязывать две центральные пары вместе. И сокращая по две петли, опять в нечетном ряду, я четный провяжу по рисунку, который сейчас сформирую в нечетном ряду. Шесть петель я так и не трогаю лицевых, а над изнаночными лицевыми я провяжу изнаночные лицевые. По рисунку. При вязании пятого ряда убавления нам понадобится дополнительная спица, так как это ряд с перекрещиванием нашего жгутика. Мы сейчас его будем перекрещивать и параллельно убавлять петельки в жгутике. Поэтому берем дополнительную спицу, снимаем первые три лицевые петли на нее и оставляем перед работой, как обычно. Но подтягиваем вот эти петельки к краю дополнительной спицы. И теперь берем рабочую спицу свободную и находим первую петлю на дополнительной спице. Вот она у нас. И находим оставленную, получается, четвертую лицевую. Вот они, четвертая, пятая и шестая лицевая на рабочей спице. Захватываем первую петлю и четвертую петлю. Сквозь две петли вяжем одну лицевую. Вот так. Теперь сквозь вторую и пятую петлю также вяжем одну лицевую. Сквозь третью и шестую петлю вяжем лицевую. Убираем пока дополнительную спицу и что мы видим? Мы сделали перекрещивание влево и убавили параллельно три петли. Теперь дальше вяжем со смещением наши пять промежуточных петель. Над лицевой я вяжу изнаночную, над изнаночной вяжу лицевую. Снова изнаночная лицевая и изнаночная. Первый раппорт провязан. Теперь повторим снова. Оставляем на дополнительной спице первые три лицевые петли из шести. Подтягиваем к краю эти петельки. Спицы дополнительные. И попарно будем провязывать. Первую петлю с четвертой одной лицевой. Вторую петлю с пятой одной лицевой. И третью петлю с шестой одной лицевой. Связали убавление и сделали параллельное перекрещивание влево. Довязываем раппорт до конца. Чередуем над лицевой изнаночную петлю, над изнаночной лицевую. Снова изнаночная лицевая и изнаночная петля. Два раппорта узора у нас провязаны. Снова на дополнительную спицу переносим первые три петли. Подтягиваем их к краю спицы и попарно провязываем лицевыми. Первую петлю с четвертой одной лицевой. Вторую петлю с пятой одной лицевой. И третью петлю с шестой одной лицевой. Сделали убавление и перекрещивание в левую сторону. Дальше вяжем смещение пяти петель. Изнаночную вяжем лицевой. Лицевую вяжем изнаночной. Снова лицевая, изнаночная и лицевая. Так мы довязали третий раппорт. Вот так я буду вязать до конца этого ряда. При провязывании шестого ряда мы сейчас будем вязать по рисунку, который сформировали в нечетном пятом ряду. Вместо шести лицевых у нас теперь три лицевые над петлями жгута. Поэтому так и вяжем три лицевые петли. Дальше над изнаночной я вяжу изнаночную, над лицевой лицевую. И так пять промежуточных петель. Снова идут три лицевые вместо шести, поэтому вяжем три лицевые. Изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. И так вяжем пять промежуточных петель. Вот так я буду вязать до конца шестого ряда. При вязании седьмого ряда макушки нам нужно снова сделать убавление в промежуточных петлях. Поэтому над петлями жгута вяжем 3 лицевые по рисунку, дальше вяжем над изнаночной лицевую, а лицевую с изнаночной нам нужно вместе провязать 1 изнаночной. Поэтому я вяжу лицевую и изнаночную петлю вместе 1 изнаночной. Теперь по рисунку у нас должна идти лицевая петля, следующая также лицевая. Поэтому я разворачиваю ее и вяжу вместе с изнаночной 1 лицевой петель. Связали промежуточные петли и у нас теперь вместо 5 петель 3. Снова повторяем. 3 лицевые петли над жгутиком. Затем вяжем 1 петлю лицевую над изнаночной. И затем вяжем изнаночную вместе лицевую и изнаночную одной петлей. Теперь должна идти лицевая. Поэтому я вяжу изнаночную лицевую вместе одной лицевой. То есть снова сделала 2 убавления в промежуточных петлях. Вместо 5 у нас 3. Итак, я буду продолжать до конца ряда. 3 лицевые петли без изменения пока над петлями жгута. А провязав первую петельку со смещением по рисунку, следующая, допустим, у нас должна идти лицевая, вот и вяжем вместе изнаночную и лицевую петлю вместе одной лицевой. Для удобства разворачиваем удобной для вас стороной. Следующая у нас должна идти изнаночная, поэтому изнаночную и лицевую вяжем вместе одной изнаночной петлей. Снова 3 лицевые петли и переходим к промежуточным петлям. Первую вяжем со смещением, а следующие 4 петли вяжем попарно. У нас должна идти следующая лицевая, поэтому для удобства я поверну первую пару и провяжу лицевой. Вторая у нас пара должна идти изнаночная. Вот я провязываю 2 вместе одной изнаночной. То есть уже ориентируйтесь по рисунку, как у вас идут петельки. Лицевые пока над жгутом, так и вяжем 3 лицевые. Восьмой ряд макушки это четный ряд, поэтому мы свяжем по рисунку, который сформировали в седьмом ряду. Над тремя петлями жгутика мы так и вяжем 3 лицевые по рисунку. Дальше у нас идет, к примеру, лицевая, то вяжем над лицевой лицевую. Над изнаночной вяжем изнаночную. Вот так я буду чередовать до конца ряда над петлями жгута я вяжу 3 лицевые, а дальше по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, то есть которую мы уже сформировали в седьмом ряду. Девятый ряд макушки это ряд со смещением снова промежуточных петель. Как вы видите, раппорт узора у нас уменьшился до 6 всего лишь петель, которые повторяются. Поэтому сейчас над петлями жгута так и вяжем 3 лицевые, пока без изменения. Дальше у нас идет лицевая, изнаночная и лицевая. Я над лицевой вяжу изнаночную, а изнаночную вместе со следующей лицевой поверну немного лицевую, поворачиваю и вяжу также лицевой. У меня получилось 3 лицевые, изнаночная, лицевая. Снова вяжу 3 лицевые, дальше изнаночная и изнаночную с лицевой вяжу вместе одной лицевой. При этом лицевую я вторую поверну, для того, чтобы красивым узором уже ложилась петелька у нас. Вяжу вместе 1 лицевой и все, до 5 петель уменьшаю, так каждый раппорт. 3 лицевые пока провязываю без изменения по рисунку, как у нас ложатся петли жгута. А затем вяжу над изнаночной, вот у меня лицевая, а лицевую со следующей изнаночной вяжу вместе 1 изнаночной. Снова 3 лицевые, по рисунку у нас идет смещение над изнаночной, снова вяжу лицевую, а дальше 2 вместе петли 1 изнаночная, так как по очередованию сейчас должна идти изнаночная. Вот так уменьшаем каждый раппорт еще на одну петлю. Лицевая вяжем над изнаночной, а дальше идет у нас значит по счету чередования изнаночная петля. И вот так вот до конца ряда, 3 лицевые, лицевая, дальше сокращение изнаночная, или наоборот лицевая изнаночная или изнаночная лицевая, то есть вы смотрите уже как у вас идет, исходя из первой петли смещения. У меня, к примеру, вот идет 2 лицевые, я должна вязать изнаночную, а дальше значит следующая у меня по-любому идет лицевая. Я меняю вторую петельку для удобства и вяжу вместе одной лицевой петлей 2 следующие петельки. Вот я дошла до следующего ряда, а так как это четный ряд, то мы провяжем его по рисунку. 3 лицевые петли над жгутом, так и вяжем 3 лицевые, дальше идет изнаночная, лицевая. Все, первый раппорт связан. Снова 3 лицевые, изнаночная, лицевая. Так как задали в предыдущем ряду узор, так и вяжем. 3 лицевые, дальше идет лицевая, изнаночная, 3 лицевые, лицевая, изнаночная. И вот так вот по рисунку до конца этого ряда. 11 ряд макушки, снова 3 лицевые вяжем над тремя лицевыми предыдущего ряда, а дальше у нас идет изнаночная и лицевая петля. Должна идти лицевая петля, так как первая у нас изнаночная. Я меняю лицевую местами и вяжу вместе одной лицевой петлей 2 петельки. Дальше снова 3 лицевые по рисунку. Изнаночная лицевая, а должна идти лицевая, поэтому я меняю лицевую другой стороной. И изнаночную с лицевой вяжем вместе одной лицевой петлей. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Должна идти изнаночная петля. Но в принципе, честно говоря, уже здесь идет конец, поэтому можем изнаночную с лицевой поменять местами и провязать одной лицевой петлей. Для того, чтобы у нас уже все петли были лицевые, можете по желанию провязать изнаночную. Здесь уже ваша, как говорится, фантазия ваша. И снова продолжаем вяжем. 3 лицевые. Должна идти изнаночная. Я снова, как и в первый случай, поменяю изнаночную с лицевой местами, поэтому провяжу снова лицевую. Можно, конечно же, вязать изнаночную, но эти изнаночные могут потом нам исказить, скажем так, весь рисуночек верхней макушки. А так у нас уже, как вы видите, будут все лицевые петли. Снова 3 лицевые вяжем по рисунку. И вяжем. Я буду менять местами для удобства. Первое вяжем над изнаночной и лицевой вместе 1 лицевую. Снова 3 лицевые, 1 лицевая. Я меняю для удобства. Хотите, можете вязать изнаночные. Но это уже исходя из вашего, скажем так, рисунка, который получается. Вот так до конца ряда довяжу все петли, чтобы были лицевые. 12 ряд – это четный ряд. По идее, он у нас должен провязываться по рисунку. Но так такового по рисунку у нас уже нечего вязать. У нас все петли лицевые. Поэтому я предлагаю вам вот эти 3 петли лицевые, которые мы вязали над петлями жгута, связать вместе одной петлей лицевой. Тем самым мы уберем еще 2 петли в рапорте. У нас их всего уже 4 осталось. А так будет еще убрано, скажем, 2 петельки. Если мы сейчас заведем спицу за вот эту третью петельку и провяжем 3 петли вместе одной лицевой, то у нас получится как бы наклон вправо. Я этого не хочу, так как у нас все время жгуты были с наклоном влево. Поэтому все 3 петли я переодену дальними стеночками ближе к нам. То есть я их снимаю на правую спицу, затем одеваю, поворачивая. Вот так. 1, 2, 3. И теперь мне даже удобнее будет так как бы провязать эти 3 петельки за дальнюю стеночку, вот так вот, вместе одной лицевой. То есть даже удобнее, я бы сказала, чем за передние стеночки. И у нас как бы визуально получается наклон влево, посмотрите. Теперь у нас идет одна лицевая, так и вяжем ее лицевой. Снова идут 3 петли лицевые, поэтому я для удобства разверну их дальними стеночками сюда. Ближе. И за дальнюю стеночку, которая у нас теперь сейчас, я провяжу вместе одной лицевой все 3 петли. Хотите, можете вязать сразу за третью петельку все 3 петли вместе. Но тогда наклон будет вправо, а мне по рисунку как бы хочется, чтобы он все-таки был влево, как и до этого. Просто вторую лицевую довязываем до конца рапорта. Снова 3 петли лицевые я поворачиваю дальними стеночками сюда поближе. И за дальние стеночки всех 3 петель я вяжу одну лицевую петлю. Вот так. И довязываю одну лицевую до конца рапорта. Так я буду до конца ряда очередовать. При провязывании ряда для удобства я перешла уже на 3 спицы. И теперь смотрите, в следующем ряду мы снова попарно провяжем по 2 петельки. В принципе, можно уже и это отверстие было бы стянуть, но мне кажется, слишком много петелек еще. Поэтому этот ряд можно либо провязать лицевыми, а затем будем стягивать, либо я сейчас провяжу их попарно. Для того, чтобы провязать попарно и не нарушить красивый узорчик, я буду каждую вторую петлю, вот эту нашу промежуточную оставшуюся лицевую петлю, поворачивать. Первую я снимаю, вторую поворачиваю дальней стеночкой и за 2 петли вяжу одну лицевую. Вот так. Снова первую снимаю, вторую поворачиваю и вяжу вместе 2 петли лицевой. Вот так. То есть я сокращаю попарно петельки и провязываю 2 вместе петли с наклоном, как бы таким, каким мы вязали влево жгутик. И снова первую снимаю, вторую поворачиваю петлю и за дальней стеночкой вяжу попарно 2 лицевые. Вот так вот на каждой спице у меня получается всего лишь в остатке. Вот так. Осталось 2 лицевые, перехожу на следующую спицу. Здесь у меня получится 3 лицевые, так как 6 петель я одну перенесла, пару с предыдущей спицы, с четвертой, когда переходила. И вот так вот я буду каждую вторую поворачивать для того, чтобы красивой косичкой положить наше убавление. Вот осталась у меня третья пара. И я вяжу за дальние стеночки вот так вот попарно. Теперь нам осталось вот эти петли стянуть. Если вы сейчас провяжете их лицевыми, то у вас будет торчащий вот здесь вот краешек макушки. Я не хочу этого, поэтому я сейчас ниточку отрезаю. И просто крючком собираю все петельки. Хотите, можете по желанию провязать первую лицевую, на нее набросать петельки, но это опять же таки по желанию. Перед тем, как отрезать ниточку, я рекомендую вам посмотреть на макушку. Если вам нравится такая макушка, вас все устраивает, то собираем петельки, стягиваем все. И, конечно же, не забудьте, перед тем, как отрезать ниточку, обязательно оденьте на голову и померяйте, не большая ли вам она, не маленькая ли она. Возможно, вам коротковата макушка, поэтому вам придется, когда делать убавление, немножечко. Ну, допустим, я делала в некоторых рядах прям подряд два ряда убавления. Вы провяжите, к примеру, один ряд чередуя по рисунку, один ряд с убавлениями. Один ряд по рисунку, один с убавлениями. Возможно, вам там не хватает высоты шапочки. Либо же, наоборот, длинновато, поэтому где-то здесь провяжите два подряд ряда с убавлениями, не провязав, как бы, по рисунку чередования. Обязательно оденьте на голову и посмотрите на макушку. Если все устраивает, то тогда отрезаем ниточку и собираем все оставшиеся петельки на хвостик. Отрезали ниточку, вот у нас получился вот такой хвостик. Теперь по часовой стрелке поочередно вынимаем спицы, только аккуратненько, чтобы не спустили петельки. И вводим крючок. Крючком захватываем рабочую ниточку и пропускаем этот хвостик сквозь петельки. Теперь снова берем, вытаскиваем, по часовой стрелке крутим шапочку, вытаскиваем спицы, освобождаем петельки, нанизываем на крючок и сквозь петельки пропускаем крючком рабочую ниточку. И с этой стороны у нас осталось три последние у меня петельки остались. Я беру, пропускаю сквозь них рабочую ниточку крючком и вот так вот немножечко подтягиваю. Еще не спешите закреплять наш хвостик. Смотрим. Если вам все нравится, получилось достаточно аккуратненько, не торчаще, все отлично. Если у вас как-то торчащая получается макушка, то все-таки распустите вот этот парно связанный ряд и оденьте все те предыдущие петельки, которые оставались до этого. Их там около 18 петелек. То есть так как сейчас у нас осталось 2, 4, 6, 7, а не 18, а 14, простите, 14 петелек, так как у нас оставалось по 2 петельки с каждого рапорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рапортов по 2 петли, да, 14 петелек. Сейчас мы нанизали всего 7 петелек, но если они у вас торчат, то либо немножечко растяните их, попробуйте, то есть не закрепляя ниточку, еще растяните. Возможно, вы просто сильно затянули вот эту нашу рабочую ниточку, на которой нанизывали все петли. Если не помогает, то тогда все 14 петель нанизывайте с предыдущего ряда. У меня все прекрасно, поэтому я сейчас немножечко дозатягиваю вот эту дырочку по центру, вытащу вот эту ниточку, наш хвостик, на изнаночную сторону и там хорошо закреплю. Спрячу ниточку помеж вязания своего с изнаночной стороны вот здесь. И затем снимаем нашу булавочку, приводим, скажем так, в порядок шапочку. По желанию, конечно же, можно ее намочить, постирать, то есть кто, какие, скажем так, из мастериц методы использует, то в принципе можно любой сюда, как говорится, использовать. Единственное, что я никогда не советую, это гладить. Вот, гладить не рекомендую. Вот сейчас я как раз-таки уберу хвостик крючком во внутреннюю сторону. С внутренней стороны я чаще всего делаю это две воздушные петли, захватывая соседние петельки. Сейчас я вам покажу, как это. Вот, затянули хорошо. И теперь берем наш крючок и ищем соседнюю близ прилежащую петельку. Ну, к примеру, вот эту. Вытаскиваем рабочую ниточку, делая петельку. Хорошо затяните эту петельку на крючке. И еще раз пропускаем сквозь эту петельку рабочую ниточку. Теперь вытаскиваем и хорошо затягиваем. У нас получилось две воздушные петли, которыми мы закрепили хорошо ниточку. Вязание у нас не распустится. И теперь осталось лишь только спрятать. Можете по желанию вдеть ниточку в иголочку и спрятать помеж вот этими нашими петельками. Изнаночная сторона, посмотрите, тоже достаточно получается аккуратная, как на мой взгляд. Четко виден изгиб из изнаночной и с лицевой стороны. Благодаря этому хорошо держит форму и шапочка, и изгиб. И на голове это выглядит аккуратно. Вот так, что у нас получилось. Я надеюсь, что вам все понравилось, было понятно. Конечно же, не забудьте поставить лайк. Носите с удовольствием. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok